Русская Америка, мы знаем, начался месяц, например, с Нью-Йорк Таймс, и они спрашивали, как русские, русскоязычные жители Нью-Йорка представлены во власти, как вы представляете русскую общину с нами, правда? Пока что у нас еще очень мало, есть два человека, только я и Олег Брукрасный, надо, чтобы было больше людей в городском совете, у нас не было еще ни одного человека никогда, в других местах, в Конгрессе, например, не было еще ни одного человека никогда, поэтому нам на самом деле нужно больше людей, чтобы люди принимали участие, мы видим с этим ураганом, что нам всегда нужна государственная помощь, хочешь не хочешь, все люди говорят, а что мне надо от государства, у меня свой бизнес, у меня своя работа, у меня все хорошо, Вот теперь мы видим, что помощь нужна, и когда от нас забывают, то это, конечно, страдаем мы все, раньше или позже, и никто теперь не может сказать, что нам не нужна государственная помощь Я еще хотел спросить у вас, сейчас вот выборы Обама и Ромни, как вы считаете, вот ваше мнение и мнение избирателей, как русскоязычная община, кому мы больше симпатизируем? Я надеюсь, я думаю, что все-таки за Ромни, я поддерживаю Ромни, мы видим, что 4 года у нас уже экономика, все 4 года, что Барак Обама власти находится в ужасном состоянии Обычно экономика идет вверх 6-7-8 лет, потом идет даун год, может два, но не больше Это стандартный, это нормальный экономический цикл, но когда 4 года идет экономика даун, то это получается, конечно, проблема Это уже виноваты те, кто управляет экономикой Кстати, у меня тоже выборы 6 ноября, в тот же день, что и президент А что вы хотели бы сказать, как вы можете для избирателей наших, что вы можете сделать, да, или, потому что, ну, многие не знают, не различают, куда мы вас, ну, куда выборы, что могут, что могут избранные нами Сенат, Сенат сделать люди, что вы можете об этом рассказать более подробно? Ну, Сенат это штатная оппозиция, это штатный Сенат, то есть это не на уровне федерального, это не на уровне города Это все, что делает наш штат, то есть многие дороги, которые штатные дороги, школы, штатные налоги, то есть не все, но наши штатные налоги Плюс к этому у нас в офис, приходите к нам на Avenue U из 22, 2201 из Avenue U Придете к нам, если мы можем чем-то помочь индивидуально вам, то есть у вас стоит бизнес, вам надо, чтобы лицензия ваша не застряла в бюрократии У вас Social Security чек или SSI чек вдруг перестал приходить, любая проблема, которая связана с государством, приходите к нам или звоните 718-743-8610 И все, что мы можем, мы поможем, то есть всегда, всегда обращайтесь к нам Спасибо, еще последний вопрос, я хотел бы узнать, вот как этот вот, как называется, ураган, как он отразился на вашей предвыборной программе и как, наверное, на жизни Ну на жизни очень просто, что я и все мои соседи потеряли наши машины, то есть у меня была уничтожена машина, у всех соседей была уничтожена машина Насчет предвыборной кампании, то 4 дня мы не занимались предвыборной кампанией, мы работали, помогали людям В больнице мы были, чтобы у них восстановили свет, мы с Канэрисом воевали, чтобы Канэрисом восстановили первым делом свет Там выбили не только главный генератор, но и запасной Дальше мы пытались восстановить свет в nursing homes, что в некоторых местах именно из-за нас восстановили И так далее, и так далее, по всему району, чтобы был восстановлен свет и телефон и все остальное Жизнь должна вернуться к тому состоянию, в котором она была Мы все помним два года назад, когда мэр Блумберг в течение двух часов расчистил свой район, когда там был снегопад Свой район расчистил в течение часа или двух, а у нас было несколько недель после этого ничего не происходило До тех пор, пока CNN и Fox News не начали ругаться и говорить, что как это так, что столько времени уже неделями этот район не чистится В то время я не был сенатором, сейчас моя работа с ними громко-громко воевать Это не всегда надо воевать на телевидении, но по телефону или один на один мы с ними воюем, будем продолжать воевать и будем делать все, чтобы про нас не забывали Спасибо большое, это был Дэвид Стороги